Скулшутинг Казань и снова Пермь У нас здесь большие планы, поскольку здесь планируется создание большого научно-процепительского центра Казанского федерального университета Физики и лирики. Почему астрономическая обсерватория важна для культурного наследия? Мы должны оказать максимальное содействие Цифровизация, автоматизация. Как университет распространяет свои лучшие практики в сфере цифровых технологий? В Казани в Ленинском саду образовался небольшой мемориал, к которому все желающие могли принести цветы, почтить память погибших в Пермском университете Буквально за несколько часов у мемориала собрались сотни человек. Многие принесли цветы и зажгли свечи. Большинство пришедших – студенты и преподаватели КФУ других вузов Цветы к мемориалу возложили и участники слета Национальной лиги студенческих клубов. Это представители разных регионов страны Молодые люди говорили, что такие трагедии не должны происходить ни с кем и нигде Свою причастность к переживающим событиям в Перми студентам и преподавателям Казанский федеральный университет выразил объявленным во вторник днем траура В Казанском университете были отменены все развлекательные мероприятия На зданиях приспущены флаги Учебные занятия студентов начались с минуты молчания Ректор КФУ распорядился организовать мемориал на площадке концертного зала Уникса Рабочее совещание с руководителями основных подразделений университета под руководством Ильшата Гафурова также началось с минуты молчания Татарстанские ученые могут принять участие в новых грантовых конкурсах Российского научного фонда Заявки ждут от научных организаций, вузов Казанский федеральный университет активно участвует в конкурсах Российского научного фонда Так, например, летом 20 сотрудников Казанского университета выиграли гранты на реализацию своих проектов Это молодые ученые, которые занимаются исследованиями или возглавляют научную группу Размер каждого гранта от 3 до 6 миллионов рублей Такая поддержка для научных изысканий молодых специалистов крайне важна Это значит, что их проекты не просто жизнеспособны, а дают надежду на новые лекарства, технологии открытия Сегодня мы открываем цикл репортажей о людях и группах, которые работают над такими проектами И первый герой нашего репортажа – доцент кафедры биохимии Института фундаментальной медицины и биологии Марина Камзикова Ее исследование призвано помочь большому количеству людей, страдающих заболеваниями почек Молодой ученый разрабатывает лекарства для регенерации тканей почек Как оно будет работать и долгий ли это процесс, узнала Луиза Сагитова На начальном этапе нашего проекта нам необходимо выделить и нарастить биомассу мезинхимальных стволовых клеток После того, как мы нарастим достаточно большое количество клеток, мы используем их для выделения микровизику Марина Камзикова разрабатывает прототип лекарства, который будет стимулировать регенерацию поврежденных почек Вместе с группой ученых КФУ изучает терапевтические свойства основного действующего вещества – биосовместимых микровизикул Это образование стволовых клеток в виде множества микропузырьков, не содержащих ядра В них находятся полезные вещества, необходимые для лечения и восстановления живых тканей человека В большей степени они, благодаря выделению вот этих вот факторов роста, биоактивных молекул, они стимулируют выживание соседних клеток, подпитывая их То есть стимулируют, чтобы они жили, даже если подверглись повреждению, даже если какие-то запускаются механизмы гибели, они противостоят этому, они стимулируют, чтобы те выживали 24 часа в сутки почки очищают организм человека от лишней жидкости и ненужных отходов В день фильтруют до 200 литров крови, потому важно, чтобы почки работали бесперебойно Но когда токсинов слишком много, происходит их разрушение Так за последние 20 лет в России количество больных с почечной недостаточностью выросло в 4 раза Помимо этого калечат органы и лекарства, принимаемые людьми при гипертонии, диабете и других заболеваниях Необходимость лечения повреждений внутренних органов стала особенно актуальна в связи с инфекционным заболеванием COVID-19 Который вызывает полиорганную недостаточность, в частности, это повреждения легочной ткани, повреждения почек Ранее нами были получены результаты о том, что микровизикулы, полученные из мезинхемальных столовых клеток, уменьшают воспаление в ткани А также стимулируют регенерацию легочной ткани При подобных заболеваниях биосовместимые микровизикулы могут стать спасением Фактически они являются курьерами полезного питания для живой ткани Чтобы эти пузырьки быстрее и эффективнее достигли своей цели внутри организма Ученые собираются создать препарат микровизикул в виде суспензии и вводить их внутривенно Поскольку они маленькие, они накапливаются в мелких капиллярах А самые обильно кровоснабженные органы, это те, которые осуществляют фильтрацию, как почки Сливаясь с клетками почек, эпителиальными клетками почек, они стимулируют их выживаемость Подобные препараты сейчас разрабатывают в США, Израиле и Китае Правда, в основе их лежат сами стволовые клетки человека, а не их производные Однако, помимо плюсов, таких как регенеративная активность и неиммуногенность, у них есть и минусы Это риск нежелательного превращения в клетки других тканей или неограниченное деление Это было показано на культуре клеток, что с течением времени, при долгом их культивировании во внешней среде То есть вне организма, вне подходящих для них условиях В них накапливаются мутации и есть риск их дифференцировки спонтанной, нежелательной Отличие нашей разработки в том, что мы не используем клетки, а мы используем производные этих клеток А поскольку они не являются клетки, мы убираем риск нежелательной дифференцировки и деления с возможным формированием опухоли Изобрести прототип лекарства планируется за три года Эксперименты будут проводиться на мышах Ученым предстоит узнать, как влияет внутривенное внедрение препарата Происходит ли восстановление и регенерация тканей почек после терапии И в завершении доказать, возможно ли внедрение инновационного лекарства на фармацевтический рынок Микровизикулы, поскольку они не являются клетками, их можно сохранить Не нужно поддерживать их жизнеспособность непосредственно до момента введения пациенту Их можно заморозить, их можно высушить леофильно И это позволяет масштабировать процесс получения микровизику вплоть до промышленного применения Амбициозность и пользу проекта оценили эксперты Российского научного фонда Летом Марина Гомзикова выиграла грант РНФ В конкурсе участвовали 1400 проектов Экспертный совет поддержал лишь треть из них Подробный план, то есть мы представляем, как мы будем это выполнять И это убедило экспертов Возможно, самое важное – это квалификация исполнителей Их накопленный опыт Поскольку именно от исполнителей этого проекта будет зависеть его качество И, соответственно, последующая востребованность в практике На средства, полученные от гранта, ученые КФУ закупают расходные материалы, реагенты и минимальное оборудование Об остальном задумываться не приходится Научно-образовательный центр фармацевтики КФУ имеет все необходимое для реализации проекта Для того, чтобы проявился уже терапевтический эффект Ну, я так думаю, что понадобится несколько инъекций, поскольку все-таки они как доставщики работают По предварительным данным, инновационный препарат подействует уже на первой неделе использования Но пока это только предположение, говорит Марина Гомзикова На прилавки аптек лекарства поступят не раньше, чем через 10 лет Поскольку кроме этого исследования необходимо провести еще доклинические и клинические испытания Луиза Сагитова, Хафиз Гараев, КФУ Итоги недели 120-летие со дня открытия астрономической обсерватории имени Энгельгарда Празднуют не только Казанский федеральный университет Но и все любители звездного пространства Историки, краеведы и жители Татарастана Казанская школа астрономии – одна из самых почитаемых в мире Она известна как наблюдательными, так и теоретическими работами Не только основоположники этой школы знамениты Нынешние ученые также стоят на передовой космической отрасли Казанские астрономы работают в тесном сотрудничестве с учеными Ведущих обсерваторий и институтов разных стран А сама Казанская обсерватория, входящая в состав Института физики КФУ Включена в предварительный список ЮНЕСКО О пути включения в основной список всемирного, культурного и природного наследия А также о том, какие изменения происходят в Институте физики Сейчас поговорим мы с его директором и проректором по научной деятельности КФУ Дмитрием Тайюрским Здравствуйте, Дмитрий Абетович Добрый день На этой неделе большой юбилей 120 лет отметила обсерватория Казанского федерального университета Расскажите, через год мы ждем специалистов ЮНЕСКО Чтобы они оценили памятник и дали ему почетный статус Как в этом направлении сейчас продвигается работа? Ну, во-первых, я должен сказать, что номинируется на ЮНЕСКО не только Загородная астрономическая обсерватория имени Ингельгарта В номинацию также входит и здание городской астрономической обсерватории Расположенной во дворе главного здания Казанского университета На сегодняшний день все документы подготовлены и отправлены в ЮНЕСКО для рассмотрения Это был большой комплекс документов, включающий планы по комплексному развитию территории То, что мы хотим сделать для сохранения исторической части Что мы хотим использовать в качестве зоны развития А у нас здесь большие планы, поскольку здесь планируется у нас создание Большого научно-процентрического центра Казанского федерального университета В области астрофизики и естественных наук Работа ведется и сегодня мы уже практически готовы к открытию здания, нового здания Научно-процентрического центра 25 сентября состоится открытие, официальное открытие этого научно-процентрического центра Который совместно с планетарием Казанского федерального университета Составит ядро вот этого кластера, который мы рассчитываем продвигать Для обучающихся всех уровней, начиная от школьников средних и старших классов До студентов, аспирантов и просто людей, желающих повысить свое знание Свои компетенции в области естественных наук по всей Российской Федерации Как у провектора по научной деятельности, хотелось бы узнать Какие сейчас научные исследования в университете самые яркие На которые именно делают ставку в КФУ? Ну вы знаете, в рамках такого маленького интервью Упомянуть все невозможно Кого-то упомянешь, скажут, а другие обидятся Поэтому я скажу только одно Что сегодня у нас сформированы пять стратегических проектов Развития Казанского университета в рамках программы «Приоритет-2030» В них множество интереснейших научных проектов И я, наверное, ваш вопрос немножечко переведу в другую плоскость И расскажу о том, что мы собираем, какое наше видение вообще в научной политике В Казанского университета Но прежде всего мы должны быть ориентированы на конечный продукт нашей научной деятельности В связи с этим каждый наш научный проект рано или поздно Лучше, конечно, рано, должен заканчиваться конкретным выходом на рынок продукции И сегодня таких примеров немало Ну, я все-таки один пример приведу Это пример работы Института учительства математики и информационных технологий Института физики По выводу нового программного обеспечения Которое позволяет даже снимки УЗИ, сделанные на аппаратах Которые не обладают достаточно разрешающей способности Довести до уровня практически профессиональных УЗИ аппаратов И это программное обеспечение существенно повышает информативность Того скрининга, тех снимков, которые делаются в районных поликлиниках Без дорогостоящего апгрейда оборудования Это, думаю, достаточно интересно Что касается вообще науки То мы здесь поддерживаем как бы три типа научных исследований Конечно же, ученые Казанского университета постоянно находятся в поиске Поэтому мы поддерживаем и будем поддерживать извне бюджетных средств университета Собственных средств университета Так называемые инициативные исследования Конечно же, в рамках программ различного уровня Это программ приоритет 20-30 грантов Различных фондов и федеральных целевых программ Будут поддерживаться приоритетные научные исследования И что очень важно Мы выводим, вся эта цепочка замыкается на трансляционные исследования То есть исследования, которые направлены непосредственно к выводу Конечной продукции на рынок И все проекты, которые сформированы У нас пять проектов в рамках программы Приоритет 20-30 Сегодня имеют конкретные планы По выводу той или иной продукции на рынок В ближайшие 2-10 лет Еще одно направление вашей работы В Казанском федеральном университете Институт физики Как в нем обстоят дела? Появились ли, может быть, новые направления? Как прошла приемная кампания? Приемная кампания в этом году прошла достаточно уверенно Что касается новых направлений То, вы знаете, здесь я должен сказать, что за последние 5 лет Мы существенно изменили структуру образовательных программ Института физики Менять каждый год и открывать новые направления Наверное, нецелесообразно Тем более, по многим мы еще даже не успели совершить выпуск Мы должны посмотреть результат Но, что удивительно, в этом году По приемной кампании у нас достаточно большой был конкурс И интерес студентов проявлен к специальности астрономии Шестилетней специальности Долгое время такого интереса не было С чем это связано? Связано с годом науки и технологий В России Связано ли с тем, что наша обсерватория Сегодня номинируется и мы открываем Это непонятно, но такой интерес есть По своей структуре образовательных программ Институте физики Они все делятся примерно в равной пропорции Между программами фундаментальной направленности Это физика, радиофизика И программами инженерной направленности Такие как биотехнические системы Нанотехнологии микросистемной техники Геодезия и дистанционное зондирование Поэтому у нас есть все возможности Готовить студентов по этим двум трекам Скажем так, фундаментальной направленности Инженерной направленности Плюс, что очень важно У нас устойчивый и очень хороший набор На педагогическое направление По подготовке учителей физики, математики и информатики Большое спасибо за содержательную беседу Спасибо Как студенты Казанского федерального университета Создали татарский ютуб Расскажем далее Также в программе Мы должны оказать максимальное содействие Цифровизация, автоматизация Как университет распространяет свои лучшие практики В сфере цифровых технологий Большинство его прогнозов А точнее 80% уже сбылись Фантастическое рядом Кто лучше всех предсказывает будущее В КФУ откроется Центр регуляторной геномики На развитие геномных технологий В УЗУ выделен грант в размере 318 миллионов рублей Казанский университет стал победителем конкурса В реализации проектов Федеральной научно-технической программы Развития генетических технологий Центр будет создан на базе двух лабораторий Экстремальная биология и регуляторная геномика Исследования будут направлены на изучение регуляции работы генов В ряде моделей регенерации и других адаптаций животных Соисполнителями по гранту являются Институт биоорганической химии Российской академии наук И научно-технологический университет Сириус О других новостях из жизни университета и республики В нашем дайджесте Казанский федеральный университет выступил на защите своей стратегии развития В программе «Приоритет 2030» Комиссии Миноборнауки страны представил программу развития вуза на ближайшие 10 лет И основные стратегические проекты – ректор Ильшат Гафуров Так, университет планирует работать над проектами в области внедрения новых технологий Персонализированного здоровья сбережения Создание уникальной системы решений для перехода к низкоуглеродной зеленой экономике Развитие информационных технологий Особое внимание – качество человеческого потенциала в условиях новых социально-экономических вызовов Реализация совместных программ взаимодействия Татарстана и Министерства науки и высшего образования России Об этом шла речь на встрече федерального министра Валерия Фалькова с президентом республики Рустамом Минихановым Ее участником стал и ректор Ильшат Гафуров В ходе разговора также была затронута тема обеспечения безопасности в учебных заведениях страны Цифровизация промышленности как фактор роста конкурентоспособности экономики На эту тему на полях международного форума «Казан Digital Week» прошло заседание правительства республики Его провел президент Рустам Миниханов с участием министра цифрового развития страны Максута Шадаева И ректора КФУ Ильшата Гафурова Я уверен, что все, что необходимо для цифровизации, особенно для цифровизации наших предприятий Мы должны оказать максимальное содействие Как раз автоматизация сельскохозяйственного транспорта стала главной темой встречи ректора Ильшата Гафурова С генеральным директором Минского тракторного завода Виталием Вовком Стороны обсудили целевую задачу проекта и ряд совместных мероприятий В том числе участие в выставках оборудования, общие грантовые программы России и Республики Беларусь В Российской Федерации, наверное, мы уже слышали Есть так называемое установление номер 218 правительства Российской Федерации Который мотивирует интеграцию промышленных компаний И для общих исследовательских, либо высших учебных заведений Мы выиграли один из таких проектов Движение без ограничений и беспилотников в Иннополисе Использование маткапитала при оплате квартиры по социопотеке И синхронизация федерального и республиканского законодательств Об этом принимали решения на этой неделе депутаты Госсовета На своем первом заседании после летнего перерыва Его участником стал эректор, депутат татарстанского парламента Ильшат Гафуров В стенах университета на этой неделе прошел 4-й российский конгресс по катализу Роскатализ Его участником стали более 400 специалистов Также в рамках конгресса состоялась молодежная школа по катализу Каталитические технологии это, наверное, та область, где путь между фундаментальными разработками Их технологическим решением и готовой продукции Наверное, самый яркий и самый короткий Новости экономики и общественно-политической жизни страны и своего региона Россияне чаще всего узнают по центральному телевидению Это почти половина опрошенных Всероссийским центром общественного мнения жителей страны С небольшим отрывом следуют соцсети и блоги в интернете 42% опрашиваемых Почти столько же о том, что происходит в России, узнают из разговоров с людьми Лишь каждый третий берет официальную информацию с сайтов Или узнает ее из регионального и местного телевидения И еще один интересный факт Социальным сетям молодежь доверяет в два раза больше, нежели более старшее поколение 45% против 21% И вот тут становится ясно, что все-таки какой-то контент для детей и подростков должен проходить фильтрацию Госсовет Татарстана внес в Госдуму проект закона, который предусматривает уголовную ответственность За призыв и пропаганду в интернете нападений на учебные заведения Кстати, поддержал инициативу и следком России Правительство страны же дало отрицательный отзыв на инициативу О других событиях Всемирной сети на этой неделе расскажет мой коллега Леонид Толчинский И вновь с вами Смотрите Сами Продолжая тему, озвученную Салаватом Не могу умилиться, как в медиаплощадке сейчас, в поствыборный период Меряются своими достижениями в стремлении доказать, что именно они повлияли на исход выборов При том, что половина страны вовсе не пошла голосовать Половина, что добралась до урн, у массы своей совсем не молодежь А значит, что вроде как и спорить нечем Но страсти на наш потех кипят К слову, некоторые удивления эти страсти оставляют и в контексте страшного противоправного поведения Все больших представителей молодого поколения, выливающегося в конечном счете в такие трагедии, как Пермская Конечно, однозначно опасный или пограничный контент оказывает влияние на умонастроение юного поколения Но это лишь часть того пласта проблем, что, увы, неминуемо ведут к страшным развязкам За всего несколько месяцев второй ужасный расстрел в учебном заведении, совершенный 18-летними юнцами Мы даже не говорим, что жестокие драки с применением огнестрел и жертвами в молодежной среде становятся почти ежедневным явлением Здесь, как это было в Казани или Перми, особенность в том, что преступление совершается нагло, демонстративно, на показ Заведомо массово по числу жертв и с явной подготовкой Что же происходит? Ну, начнем с конкретных преступлений в Казани и Перми Увы, но ровным счетом ничего не происходит После казанской трагедии, кроме собственной убийцы, никто так и не был толком привлечен к ответственности 18-летние, как имели свободное и мало чем ограниченное право приобретать гладкостволы, так и имеют И это при том, что в России действует один из самых жестких законов о гражданском обороте оружия Такое ощущение, что этот закон никто нигде до конца не исполняет Представьте только, по каждому из случаев оказывается, что парень в 18 лет свободно совершенно проходит все фильтры И получает в руки бесконтрольное пользование оружием И никто не виноват Все все делали по правилам Второе, мы уже говорили в наших программах, что поколение излома 80-х и 90-х годов вырастило в немалом количестве таких же изломанных в своем понимании мира детей Вот мама пермского стрелка и вовсе считает мальчика прекрасным Ее никак не смущало, что сынок обзавелся оружием, а ведь должно было насторожить Даже если он хотел из него стрелять голубей Папа где-то далеко и явно сыну не авторитет С институтом семьи, молодой семьи, в стране давно что-то не так Но никто особо не паникует Раздают маткапиталы, льготные ипотеки, устраивают какие-то праздники А что связано с этим, в связи с этим меняется или усугубляется в воспитательном плане В качественном содержании семейного очага никого сильно не интересует В приоритете количественные показатели Семья давно уже не ячейка общества, а зачастую ячейка ОПГ В каждом из случаев мы имеем дело со вчерашними школьниками И вновь риторический вопрос За десятилетия современная школа напрочь потеряла что ли способность выявлять Обращать внимание на качественное состояние, содержание своих питомцев В приоритете тоже количественные параметры Баллы ЕГЭ, например А что это меняет качественно в молодом человеке, никого не интересует Вообще, с состоянием душевным, внутренним миром 90% молодых мало кто интересуется Все, что делается, это политика бесконечных ивентов, праздников, фестивалей, клубных развлечений Направленных даже в своем не всегда объяснимом эффекте на 10% молодых Остальные тихони, затаившие сильно против, ищущие реальных приложений своих сил и удали вне контекста В лучшем случае они так и останутся в тени неудовлетворенности Или спустят свой пар в компьютерной игре В худшем они сбрасывают свой энергетический потенциал и обиды крайним образом Убивая калечие окружающих Неважно чем, арматурами у ночного кафе Или гладкостволом в учебном здании Тут можно говорить и о состоянии нашей психиатрии О том, что из себя представляет сегодня наша культура Насколько политика в этой области в целом адекватна И даже о том, что, как едят, пьют, нюхают подростки Что тоже, возможно, влияет на конечные поступки Хочу сказать лишь в подтверждении своего волнения за состояние дел Именно в нашей стране следующее Оппоненты любят говорить, мол, вон, в Штатах тоже молодые устраивают страшные стрельбы по живым мишеням Это мировая проблема Не соглашусь В Штатах идет жесточайшая дискуссия по, например, свободному обороту оружия Но давайте вспомним, что оружие там реализуется на уровне Бакалеи Свободный оборот закреплен в самих основах этого государства Аж во второй поправке Конституции Это исторически поголовно вооруженная страна Где есть и вековая традиция применения оружия гражданскими И суровые наказания за злоупотребление этим правом У них откат обсуждается в сторону ограничений А у нас-то суровые законы по ограничению были всегда Если соотнести объем оружия на руках у населения там И число инцидентов его противоправного применения То он окажется чудовищно малым По сравнению с тем процентом его применения Что дает наша страна При строжайших законах Это при том, что и населения у нас более чем в два раза меньше Тут ссылки на Дикий Запад не сработают Надо делать суровые долгосрочные выводы Срочно А иначе с каждым днем будет повышаться риск Остаться один на один с очередным убийцей Который среди бела дня с гладкостволом Топает по улицам, дабы настичь очередную Неполюбившуюся ему контору Учебное заведение, группу людей И благо, если на пути попадется хоть один Смелый инспектор ДПС Который возьмет на себя все риски От большого системного нерешения проблем Подтолкнувших на дело очередного маньяка Всем доброго Студенты КФУ разработали татарский Ютуб Это платформа, на которой собрано видео для татароязычной аудитории Как он работает, почему пришла такая идея и каковы перспективы проекта Об этом мы поговорим с одним из его разработчиков Студентом Института информационных технологий и интеллектуальных систем Райнором Хасановым Здравствуйте, Райнор Первый вопрос, самый простой Расскажите, что это за такой таттюб? Какое видео там собрано? Если простыми словами говорить, это сайт, где отобраны видео Которые находятся на Ютубе на татарском языке Ну, на самом деле, не только на татарском языке Но видео направлено на именно татароязычную аудиторию Вот, простыми словами так А как вам эта идея пришла в голову и кто так же числится в авторах проекта? В начале этого года один мой знакомый скинул мне видео на татарском языке Я посмотрел, мне понравилось, подписался Постепенно Ютуб мне начал предлагать разные видео на татарском языке И мы увидели один интересный факт То, что видео снято качественно, но количество просмотров, количество подписчиков очень маленькое Мы задались этим вопросом, познакомились с владельцами разных Ютуб-каналов И выявили две проблемы Первая проблема — это то, что Ютуб — большая платформа И видео на татарском языке для татароязычной аудитории Они напросто теряются и не доходят до своей целевой аудитории Вторая проблема — если даже владельцы этих Ютуб-каналов хотят монетизировать Или продвигать свой контент Ютуб не дает на это разрешение Потому что не поддерживается татарский язык Поняв эти две проблемы, мы решили предложить вот такое вот решение То есть в этом и есть и главное отличие вашего проекта? Да Также я знаю, что вы участвовали в состязании Что-то наподобие Хакатона и стали его победителем Расскажите об этом и где-нибудь еще представляли свою работу? Да, на прошлых выходных участвовали на Хакатоне Он длился два дня Как раз-таки вот в течение двух этих дней Мы разрабатывали этот проект У нас в команде было два человека Мой однокрупник — Хосбайон Урал Больше этот проект мы нигде не представляли А в будущем планируете еще что-то дорабатывать? Что именно хотели бы добавить? Или уже все идеально? Нет, еще много чего нужно работать То есть планы у нас большие Хотим доработать распознавание татарской речи Поиск по видео Также хотим добавить в дальнейшем монетизацию И не останавливаться только на татарском языке Так как у нас в России многонациональная страна Проживает разные народы Башкиры, Удмурты Хотим также этот проект развивать для их языков Интересная идея А в этом проекте вам помогали ваши преподаватели Или уже вот вы сейчас на следующих этапах Планируете их привлекать? Как бы это странно не звучало студенту Что привлекают преподавателей? Ну вообще преподаватели нам дали то, без чего мы бы не сделали этот проект Это знание За это ему большое спасибо Также хочу сказать спасибо большое нашему директору Это Михаил Михайлович Абрамский Мы рассказали эту идею ему Он одобрил Поправил, направил нас на правильную русско И вот с этой идеей мы как раз таки участвовали в Хакатоне То есть я правильно понимаю, что у вас появилась идея Вы позвонили или постучались к директору института Он сказал, да, заходите Рассказали, поддержал И в итоге получил Да, да, да Мы просто написали ему в Телеграме Он сказал, заходите завтра Приходите, расскажете Поделитесь своей идеей В этом плане наш директор очень открытый Так что ему большое за это спасибо Будем надеяться, что этот проект будет только расширяться И в будущем еще над чем-то планируете работать Или сфокусировать именно вот на данном проекте? Вообще идей, конечно, много Ну, хочется пока больше сфокусироваться В ближайшие, наверное, месяца-два будем работать над этой идеей Большое спасибо Надеемся, что у вас все получится Спасибо вам Заглянувший в будущее Так отзывались о Герберте Уэллсе Английском писателе, которому 21 сентября исполнилось 155 лет В прошлой программе мы начали тему писателей-фантастов И их вкладе не только в литературу, но и в науку Ведь зачастую именно фантасты в какой-то мере предвосхищают будущие тенденции и новации Например, Уэллс считается автором многих тем популярных фантастики последующих лет За 10 лет до Эйнштейна он объявил, что наша реальность есть четырехмерное пространство-время Он предсказал войны с применением отравляющих газов, авиации и устройства вроде лазера А в одном из романов упоминается Вторая мировая война И это за 30 лет до начала таковой И там же есть атомная бомба, которую сбрасывают самолеты Это немногое, что мы можем упомянуть Лучше, конечно, читать Ведь известно, что фантастика развивает мышление, воображение Поэтому так важно приобщать к чтению классическому жанру фантастики детей Это раскрывает их способности О том, какие произведения Герберта Уэлл сохранятся в отделе редких книг научной библиотеки имени Лобачевского Решил узнать Илья Андреев 21 сентября исполняется 155 лет со дня рождения известного английского писателя Герберта Уэллса Мы оводили рукописи редких книг научной библиотеки имени Николая Лобачевского И у нас с вами представляется уникальная возможность Увидеть прижизненное издание Герберта Уэллса И узнать, какие предсказания его уже сбылись Широкой публике Уэллс известен прежде всего по своему роману «Война миров» Который уже четырежды был экранизирован Однако среди его работ немало и других заслуживающих внимания Научно-фантастические, машина времени, человек-невидимка, первые люди на луне, люди как боги и, конечно, облик грядущего В книгах Уэллса немало довольно точных предсказаний о будущем науке и технике Среди его реалистических романов мы решили обратить внимание на издание из фондов библиотеки Казанского университета «Прозрение или предвидение» Собственно, в этой книге он высказывает свое мнение, излагает о будущем науке и технике в 20 веке И делится своими впечатлениями, как этот процесс повлияет на человечество в целом Вообще, многие современные историки, анализировавшие творчество Герберта Уэллса Приходят к выводу, что большинство его прогнозов, а точнее 80% уже сбылись Ну и, конечно же, стоит обратить внимание, что издания на русском языке, а в переводе с английского, более потрепанные Это свидетельство того, что оно пользовалось большим вниманием читателям, нежели на издании вот на английском языке Выходит оно в 1895 году, это сборник из 15 фантазийных и фантастических рассказов на английском языке, на родном языке Герберта Уэллса Под названием «Дестоловый бациллус», что в переводе с английского «Похищенная бацилла» Именно это издание, которое я держу в руках, выходит в Лейпциге в 1896 году Изобретение телефона писатель считал очень значимым событием Уэллс полагал, что использование этого вида связи сделает ненужным хождение по магазинам, походы на почту и в больницу Все необходимое можно будет заказать из дома Кроме того, Герберт Уэллс считал, что с помощью телефона можно будет работать, как мы сейчас выражаемся удаленно, не выходя из дома Мол, заключать сделки можно будет по телефону, а значит, отпадает необходимость держать офисы в деловой части города и ездить ежедневно на работу Герберт Уэллс был сыном бывшего садовника и горничной Всего в семье их было четверо Юный Герберт увлекся чтением в возрасте 8 лет, когда сломал ногу и вынужденно был прикован к постели на долгое время Образование писатель получил в сфере биологии На этом поприще он добился немалых успехов и даже получил два научных звания Герберт Уэллс трижды посещал Россию, даже встречался с Лениным и Стальным После своих путешествий он написал книгу «Россия во мгле» Сборник статей и эссе о советской России В книге «Освобожденный мир» 1913 года фантаст описывает атомную бомбу за три десятка лет до ее изобретения Он говорит о том, что человечество научилось расщеплять атом и создавать бомбы Английский писатель Герберт Уэллс предсказал полет на Луну, Вторую мировую войну, автомобильные пробки, изобретение лазера, появление стиральной машины, центрального отопления, беспроводной связи и многого другого Писатель любил рисовать, он часто оставлял наброски на рукописях или титульных листах В 2006 году была издана целая книга его рисунков Страдающий от сахарного диабета Герберт Уэллс стал основателем первого в Великобритании общества диабетиков Он хотел привлечь внимание общественности к этому заболеванию Английский писатель и публицист Герберт Уэллс говорил Нельзя допустить, чтобы часы и календарь затмили тот факт, что каждое мгновение нашей жизни – это чудо и тайна Так давайте будем с вами мечтать, придумывать и надеяться, что в обозримом будущем загаданное обязательно воплотится Всего вам доброго и до новых встреч Илья Андреев, Радмир Софиуллин, КФУ, Итоги недели Все, что ты можешь вообразить реально, так говорил французский, испанский художник, дизайнер Пабло Пикассо Пусть самые смелые мечты воплощаются в жизнь, даже если они кажутся нереальными Ведь наука немыслима, без экспериментов Всего доброго и берегите себя